что рассказывали только подключилась так все вместе про все вместе при нам и такое классное видео есть и так хочу всем показать нам при мне нельзя очень хочу как же то мы снимали осенью в подмосковье ты голые фотки поставила здравствуйте да это боже поехали лицо молодеем почему нельзя потому что я с мужем развожусь мне нельзя офигенно но просто его это может интерпретировать это видео не так как мне нужно я думаю что все помните съемки прекрасные до арабскую ночь очень красивая девочки нет аджуна в гостях у подружки сегодня ночует альмира сейчас буду укладывать на завтра на приедем с ними на котов утречком поедем кататься таки подай на развод я только через год могу подать на развод это я не подам я жду когда он подаст это не массажер это выгодается типом массажера это арсенваль что за штука нет у меня мужа расскажите про тренировки что вам рассказать про тренировку приходите ко мне на марафон бразильская попка старт 9 марта если не подаст на развод так и будем жить отдельно сколько лучше тренить в неделю но если вы начинаешь к то два три раза достаточно я тренируюсь пять дней неделю и шестой день у меня вот такой активный каток персон вальда помогает делаю его на ваших глазах поэтому вы видите сами погуглите в интернете написано я думаю я же не делаю рекламу этого аппарата я занимаюсь своими волосами я обычно я делаю только на голову и как-то я делала в целом эфире на голову не делаете я думаю блин одессит у меня же есть насадка для лица почему бы не сделать на лицо вот и стала делать на лицо такой хороший хочу вам пожелать вашим девочкам здоровья душевного спокойствия женской очень спасибо вам огромное лимфодренаж кстати от него тоже говорят хороший моя пухшая вещь на пухшей рожи по утрам кстати вот тоже после дарсонвале крем говорят опять же я не знаю он у меня 10 лет лежал без дел это думаю надо попользоваться говорят что эффект от крема после дарсонвале лучше то есть она усиливает его я не знаю насколько это правда честно вам скажу но почему бы нет у меня дома лежит есть не просит почему бы не попользоваться тем более он хотел многих лежит дома и им мало кто пользуется я не знаю людей которые которые реально пользуются на постоянной основе дарсонвале если бы мне трихолог не сказала делать дом я бы на самом деле вот так бы так бы и не помнила где он у меня дома лежит спасибо большое у нее это током не бьет очень приятно такое ощущение немножечко покалывания а у косметолога у меня каждый эфир это спрашивает почему почему поинтересоваться позвольте почему мне спрашивать каждый эфир какие я делаю процедуры у косметолога я делаю чистку лица это то что регулярное дело делаю берет биоревитализацию надо ксту же больше ничего не делала а нет вру-вру-вру я же эти радио ставлю радио это уплотнение кожи в шее дело и в лицо радио я делаю раз в год делаю три года мне нравится эффект на фитнесе ухажеры нет не пока они меня боятся у меня очень суровый вид на тренировке у вас лицо как 18 лет дашь ой спасибо большое как приятно многие говорят что наоборот что я выгляжу на полтинник я им не верю привет из югорска привет югорску вы шикарная девушка все будет хорошо участвует держите за то что нам не принадлежит и не можем пустить свою жизнь настоящее счастье это точно благотворительность тоже почему-то каждый вопрос каждый эфир задают нормально отношусь сама занимаюсь но сбора не выкладываю если вы к этому да нет вы что 18 спасибо ну что старше с вас вам будете брать и отращивать блин почему вот я не знаю правда люди ну вот зачем вы же знаете что для меня это больная тема вы же знаете что мне нельзя отращивать волосы вы же знаете что мне вообще нужно бориться на лысо но вы же знаете все это вы же знаете почему зачем вам нужно вот ковыряться больной мозоль зачем привет из уфы не было никогда у вас не спрашивайте у него проект спасибо большое для меня это правда больная тема сильно больная тема это я как бы сейчас на оптимизме ну что хоть волосы стали расти смысле здесь расти до зарастаться лысины зарастать стали а так для меня это очень больная тема очень больная мне как ножом по сердцу правда правда потому что каждый каждый считает своим долгом не напомнить носом ткнуть сказать про мои волосы что мне там с длинными лучше я сама знаю как мне лучше понимаете сама знаю а также знаю что я сильно болею и мне нельзя волос потрачить поэтому систему волос парики но тоже постоянно в этом ходить это не очень удобно при фигуре груша стоит ли для низотела пользоваться все живителями вам лучше раскачать вверх чтобы уравновесить себя ты такая толстая смешно очень смешно спасибо мне жить в германии нет конечно не нравится конечно не нравится меня я тоже не отошню перед страной мне все тут не нравится я пишу же об этом тоже много привет из альденбурга спасибо большое вам это недалеко от нас вам лучше с коротким спасибо вам огромное вы меня такие хорошие такие приятные спасибо на самом деле вы же помните когда многие же меня подписались когда я была дременной на девятом месяце в камуфляжных штанах с афрокосами белыми а приседала штангу тягала 60 килограмм во время беременности да такое было и прически это меняла каждый месяц то есть когда мне были зизи когда у меня были афра когда у меня были раста когда у меня были кинки то есть у меня постоянно какая-то хрень на голове была а вот поэтому поэтому так поэтому волосы мне нравится я рада что волосы не самое главное почему вы со мной это радуется почему не нравится германии ну почитайте у меня же блоге столько написано про это было и рассказано смотрели женский стендап это камеди вуман смотрела или это что-то другое спасибо вам здоровья это самое главное наверное вы цивили ты жопа не хорошо завидовать мне очень жаль вас вроде все есть и нет счастья кому что чего кому что заказываете я кому что доказываю нет у меня счастья в личной жизни но нет но не везет мне с мужиками не везет ну вот такая я понимаете ну магнит я для мудаков ну что поделать но не везет но не везет ну дура я понимаете дура что сделаешь два высших получила но в быту видимо дура хотя готовлю хорошо дома чисто я с детьми слежу собой не дурна ну что поделаешь везет мне в жизни вот карма у меня так может быть где-нибудь ходит мой принц на белом мерседесе будет он меня холить и лелеять любить всегда пылинки с меня сдувать я для него будут царицей и богиней он будет мной восхищаться что еще что еще для счастья надо на самом деле ничего не надо нужно чтобы тебе думали по тебе скучали по тебе заботились и ты знал что ты нужен чтобы не пытались как-то знаете от тебя избавиться поскорее а чтобы ты знал что тебя ждут что тебя любят что по тебе скучают вот этого очень хочется очень не хватает к сожалению вот очень хочется нужно устраивать короче свою личную жизнь я если честно боюсь вот честно я думала об этом вы мне постоянно каждый спрашиваете я думаю об этом я реально боюсь но после того который был у меня в жизни мне реально страшно но что если следующее будет такое же а что это же так же может быть правильно вот следующий будет такой будет меня него что не ставить будет меня обижать вот если так будет блин страшно это знаете я сейчас кто-то козел в зоне комфорта своей засаной мне страшно я я боюсь ходить на свидание честно вам скажу я боюсь ознакомиться ну то есть они боюсь знакомиться как там с друзьями как с компаниями с людьми но именно с точки зрения личной жизни я я сейчас прям очень большая трущих мне страшно вот мне кажется знаете что возраст уже что иногда у меня знаете тоже раздавление личности надо будет мне надо кажется что есть такая молодая что еще вся жизнь переделить нужно устраивать свою личную жизнь что обязательно короче найду кого-нибудь а иногда мне кажется что все типа сиденья рыбачьи сколько лет там молодость подросли замуж выходить их вы помните мои вы беременные посты со штанами желаю счастья майков спасибо у людей минимум так то что за народ мне интересно посмотреть на эту леди резкий стопы не помидим это как стендап патент нет не знаю к сожалению вы когда-нибудь пробовали чего сапту для лица не знаю что такое честно вы не дурак просто сильная жизнь дать блин я просто наивная очень наивная добродушная в чем проблема я очень привязываюсь к людям я очень открываюсь по мне я не скрытный человек по мне можно все просто прочитать я как открытая книга я не умею притворяться и не умею врать я не умею играть какую-то роль я узнать вся такая какая есть такая душа нараспашку и люди пользуются понимаете а есть же не все честные люди есть люди которые преследуют свои какие-то корыстные мысли их очень много и вокруг меня тоже много это так неприятно вот хорошо что у меня есть друзья настоящие это хорошо это визит руку для прекрасной принцессы это красотка спасибо большое спасибо вам огромные девчонки муж там есть два человека в моем мужа бывшим один любит другой ненавидит и это за очень сложно ты не боится мне потерять он бы по другому себя вел все наши годы совместной резности бы он не боялся мне кажется что вы очень красивая спасибо большое психолог женский жила самой спасибо большое есть вариант что сойдетесь с мужем а возможно и хуже вот именно знаете как страшно что возможно и хуже все будет хорошо по-другому никак это просто период такой блин что вперед очень сильно затянулся пристаньте наговорить ваш принц к вам прискать как у вас за сочинением волос весь прямой эфир об этом говорила старая программа я работаю сейчас 32 мне я работаю сейчас психологом в этом направлении очень сложно да будет такой же понимаете я уже через такое проходила понимаете у меня мой первый жених вот елки палки то блин то же самое то же самое кто читал мои книги тут тоже самое и мне постоянно у меня постоянно таких мужчина натыкаюсь к сожалению которые обманывают которые врут которые нечестные которые придают которые делают больно которые говорят это сама виновата которые говорят только с тобой могу только произойти которые говорят я тебя ничего у меня тебя ничего было не надо я тебя ничего не просил у меня постоянно всю жизнь так значит это какая-то программа значит я просто переходе притягиваю и значит дело во мне значит нужно в этом разбираться разбираться очень сложно и очень больно работаю с психологом это реально очень сложно спасибо как у вас мужа да да проработать с психологом на моему знакомый замуж 67 нифига себе я офин он они такие дальше вопрос кто вы по гороскопу не могу поверить вылили то говорить какой возраст вы красотка спасибо вы когда-нибудь пробовали маску скатку нет не пробовал вот такие одинаковые вопросы после будете понимать какие звоночки придут тирана не девочки меня зовут ли она пожалуйста мы же все были свидетелями как равен ухаживают и переживала за вас это мой друг оценки есть дружба а есть другие чувства вот поэтому он друг я очень ценю что в жизни у меня есть такой друг к сожалению любимого у меня нет это очень жаль 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 очень хочется знаете кому-то бежать на свидание встречаться с кем-то смс-ки писать ждать когда тебе ответит на смс кстати ты сразу возвращаешься в школьные годы да хочется чтобы тебя встречали в аэропорту на вокзале причем не спрашивали знаете так а тебя встретить нет а во сколько ты прилетаешь я приеду я никогда этого не было вот реально никогда этого не было прикиньте никогда этого не было и я даже не знаю что как бы говорят что это нормально а у меня не было так и не ухаживал за мной никто нормально все почему все почему не знаю вы слышали про векторные отношения нет не слышала обычно вы два проходит после работы с психологом не торопитесь охренеть как долго что у вас на супер страшного всего этого про что смотрите к тому кто будет искренне вас поддерживать помогать поступать по мужски как мне хочется такого человека рядом который будет мне поддерживать который будет со мной в горе в радости который будет всегда рядом который будет всегда помогать который всегда будет обо мне думать обо мне знаете как у меня подруга говорит она очень много обжигалась в личной жизни и загадала ну мы с подружками мы так шаманим немножечко да эзотерикой увлекаемся мы загадываем желание по правилам и она загадала в один момент она сказала себе я хочу такого мужчину чтобы он меня любил а я его не очень и он именно такой не встретился вот я думаю что я тоже не так загадаю хотя любить тоже очень важно конечно я родилась в 34 а в 36 вышла замуж и он несмотря на то что двое детей просил и родите мост сейчас прекрасно трое детей как я вам завидую счастье вам большого муж сейчас живет на первом этаже как можно так жить вместе с в одном доме а где мне жить на улице под этим в палатке или под мостом девочки поймите знаете вот вы иногда мне кажется что у меня в подписчиках какие-то не мамочки а юные максималисты почему потому что девочки задают такие странные вопросы почему с ним общаясь почему вы не за ним собак вместе я вас видела собаки вы вместе выгуливали или почему вы живете в одном доме на жены два этажа начнем с этого ну и и второй момент ребят у нас общие дети я понимаю конечно что в россии у вас принято взять детей в охапку свалить отца нахер послать да ну или отец вас нахер присылает отец ваших детей у нас не так вообще не так от слова совсем не так у нас девчонки поймите что друг другом другая семья другие устои в третьих другая страна другой менталитет другая жизненная ситуация и у нас есть двое детей ну вот представьте меня вернее вас на моем месте себя на моем месте у нас двое детей они живут в германии забрать я их в россию не могу исчезнуть из его жизни и жизни детей навсегда вы понимаете хоть о чем вы говорите но есть такая ситуация и и не изменить поэтому мне приходится под нее адаптироваться у нас двое детей и нам придется ну вот как бы нам не было там сложно неприятно нам придется общаться в любом случае до конца жизни по другому быть не может это нормально вот поэтому давайте мы вот без этих ваших вопросов дурацких ладно потому что у каждого же своя у каждой семьи свои нормы вы мировая женщина обязательно будете спасибо вам огромное за мной тоже никто не ухожу давайте выпьем вместе и обнимемся и поплачем на на как соврала у меня был один период как раз в во время моего же моей жизни в индии я в индию летала туда-сюда туда-сюда ну практически кота прожила и в один период за мной ухаживала одновременно три мужчины но они все ухаживали на расстоянии и я помню такого 14 февраля мы не было никогда в жизни из италии мне поклонник прислал огромную хапку красных роз алых через своего друга блин это так было приятно и парфюм правда не помню какой но хороший вот потом у меня был испанский ухажер я переводчиком просто работал они все на меня западали у меня был испанский ухажер он рисовал мой портрет и подарил мне белые розы это все было по почте понимаете то есть через курьеров еще кто-то у меня мне еще кто-то а и я у папы подрабатывал в гостинице помогала потому что администратор заболела и я просто ночной смене была и утром приходит гость возвращается с каких-то гулянок я у него спрашиваю у нас постоянный гость спрашиваю что случилось там как у вас дела как прошли ваши дела как ваш хавозе стей да и он такой мы были на ювелирной выставке на ювелирной выставке были короче приходят с охапка белых роз я думаю что он кому-то их несет а он принес с ювелирной выставки девочки просто клиент гостиницы в которой я просто замещала администратор папе помогал огромную охапку роз такого наверное цвета чайной розы до чайных роз и сережки золотые стопазами блин это было приятно но не с одним из них у меня потом встречи не было то есть предложение кого не было но вот это 14 февраля я прямо запомнила на всю жизнь это было очень прикольно это было реально очень приятно потому что трое мужчин тебе оказали знаки внимания находясь за 3 9 миль от тебя ничего тебя не требуем просто чтобы ты улыбнулась и знала что они тебе думают это так было приятно все после этого меньше такого не было в жизни жизненная такая штука может нужно было это все пройти конечно нужно как вы терпите все кто сказал что я терплю не терплю все вы готовите мужу каждого свой быт я готовлю все я готовлю все вы видите сможем себя вместе я не хочу отвечать на такие вопросы все обязательно наладится постарайтесь не развалиться на свои женские плечики очень хочу так хочу чтобы кто-нибудь взял на себя ответственность уже кроме меня в конце концов понимаете ответственность очень хочется знаете так как в детстве сесть на коленочки прижаться чтобы тебе поколоски погладили и сказали малышка все будет хорошо ты мне самая лучшая вы дом брали в ипотеку еще 17 лет платить вопрос серьезный он как абьюзер не проявляет себя так по отношению у детям знаете что он на одно время настраивал детей против меня прям конкретно то есть очень сильно сейчас этого не замечаю это не замечаю но я ну я пробую с ним договориться у детей у нас есть мамы развестись и разъехаться иногда приходится жить вместе как-то мирно общаться даже гулять собаками конечно конечно мы как-то мирно пытаемся общаться у мой муж бывший он называется людях от всех него все плохие все плохие причем он всем улыбается а потом говорит что все плохие официально нет ой господи хоть бы он завел уже вторую ужину вот честно я была бы рада и дарь в одном доме бы жила и было бы все замечательно супер счастье внутри это да я когда-нибудь здесь вы знаете иногда ругаюсь ну конечно все мы ругаемся иногда конечно я тоже ругаюсь но очень редко я очень неконфликтный человек очень неконфликтный точно красиво готовила маша лох дай аллах вам здоровья спасибо большое как-то леди диана у нас моему не дуальное расстройство личности потому что на то меня поливает говном то пишет что я самая лучшая никого не слышу живите как вы знаете спасибо большое мать раке глава мужчины подняла в вас на 50 боже как это приятно читать спасибо мои дорогие нарцисс самый настоящий если вы лежите и скажете что ничего не буду делать я не могу да мы здесь все умрут с голодом ну вот я сейчас примерно так и делаю примерно так делаю говорю что я не могу я и понимаете после того как у меня прошлом году было ишемическая атака воспаление панические атаки и мое состояние на таком волоске и поэтому в этом году я отдыхаю я устал от бесконечных перелетов туда-сюда туда-сюда и этот год у меня вот детей этот год я объявляю годом детей вот вот так кем работает он работает сейчас на предприятии по своей специальности возобновленными возобновляемыми источниками энергии занимается за столом в кругу семьи собираетесь это хороший вопрос нет женского счастья спасибо большое его родители никак не относят папа нет он умер а мамы у нас не нет никаких отношений да пусть на нем конечно все будет я говорю я задолбалась столько времени работала как умывая лошадь все все мои дорогие побега побегаю убегаю кладу цель мира мы и так сегодня припозднились половину девятого уже она обычно по восьмого ложится заправить машины забыла это всегда было так мою машину причем она не есть но не заправлю понятно надо заправляет потому что почему-то постоянно у меня пустой бак хотя он есть на ней спасибо дорогим ну что все бегом в ленту комментировать последний пост ну то мне нужно ваша активность девочки лайки комментарии блогер без этого никуда и давайте записывайтесь на бразильскую попку вся информация как записаться у меня в stories stories все обнимаю вас всех крепко-крепко всем видеться хорошего пока пока